Ручной тормоз Ручной тормоз Существует определенное правило Смотрите Первый зубец Это у нас машина еще не Зажата тормозом То есть она после поднятия на один зубец Все еще поддается толканию Второй зубец Машина уже Не хочет сдвигаться с места Уже нормально держит тормоз Но при очень большом желании Ее все таки можно еще столкнуть Третий зубец При этом положении Машина уже Очень сильно зажата И выдержит любой спуск И никто ее с места уже не сдвинет Даже при включенном моторе Тронуться с места Будет очень проблематично Вот это стандарт Так сказать регулировки Ручного тормоза Однако здесь есть один Очень серьезный нюанс Обязательно после регулировки Ручного тормоза Вы должны сделать следующее Поднимите машину домкратом Так чтобы колесо было в воздухе И посмотрите Насколько легко оно крутится Видите Вот это нормально крутится колесо Вот я сейчас поднял свое Так сказать левое колесо Крутится очень долго Здесь никаких проблем нет Так а вот я поднял домкратом Заднее правое колесо Посмотрим как оно легко крутится Так Хм Довольно таки быстро останавливается С такой легкостью Оно не идет Вот видите То очень долго крутилось Это не хочет Что-то ему мешает То есть Здесь немножко неправильно получается Так не должно быть Вы видели как работало Левое колесо Раскручиваешь его И оно крутится сколько угодно А здесь вот такие вот проблемы И это все негативно скажется На расходе топлива Это на самом деле Очень серьезные вещи Колесо должно Свободно вращаться Очень легко Все эти мелочи Даже размер колеса Они сказываются На расходе топлива Уж тем более Если нет легкости Во вращении Особенно если это На скорости будет Это все будет Очень даже ощутимо И уменьшит накат Так что дорогие друзья Надо регулировать ручник Оглядываясь На вот это вот самое дело Обязательно проверяйте Так вот Не должно быть Чтобы оно Почти сразу же Останавливалось Здесь какое-то Трение есть Внутри барабана Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...